В эфире служба новостей Саров-24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Новые больные. Количество случаев заражения в Сарове не снижается. Мусорные кучи величиной с дом. Когда уберут свалки в Балыково? Реактор Лайт. В Сарове создали детскую пейнтбольную команду. Далее расскажем обо всем подробно. Пик заболеваемости COVID-19 пройден во всех российских регионах. Об этом заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Таваден в интервью РИА Новости. Специалист отметил, что в разных городах ситуация различается. Поэтому говорить об активном угасании эпидемии преждевременно. Существенное снижение заболеваемости наблюдается в Магаданской, Московской, Брянской, Тверской, Курской и ряде других областей. Медленное снижение зафиксировано в Новгородской и Тульской областях. На Чукотке, в Осетии, Ставрополье, Москве и иных районах страны. Сложной все еще остается ситуация в Оренбургской, Орловской и Мурманской областях. В Крыму, Удмуртии, Ненецком и Еврейском автономном округе, на Алтае и не только. В Нижегородской области отменяется двухнедельный карантин для пребывающих из-за границы. Гражданам России, пребывающим на территорию нашей страны регулярными воздушными рейсами, теперь в течение трех дней необходимо пройти обследование на коронавирус. Обязательную изоляцию нужно проходить тем, у кого есть признаки плохого самочувствия или положительные результаты исследования. Открытие регулярного авиасообщения требует изменений нормативных актов, которые определяют порядок прибытия на территорию страны и нашего региона в частности. До этого момента все пребывающие должны были проходить обязательную двухнедельную изоляцию. Сейчас это не коснется тех, кто пребывает в России на регулярных рейсах. Это очень важная часть возвращения к нормальной жизни. Становится возможным продолжение ряда проектов, реализация которых оказалась поставлена на паузу из-за пандемии, отметил Глеб Никитин. Работодатели должны информировать работников, выезжающих из Российской Федерации, о необходимости лабораторных исследований на COVID-19. Нарушение этих правил, как отметил глава региона, может привести к неприятным последствиям. Предусмотрена серьезная ответственность. По состоянию на 17 июля в Нижегородской области зарегистрировано 21 200 случаев заражения. 216 за последние сутки. Больше 15,5 тысяч нижегородцев выздоровели. Скончались 325 человек. 22 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией зафиксировано в Сарове. Из 46 госпитализированных 38 человек лечатся в КБН-50. Один в тяжелом состоянии, 23 в состоянии средней тяжести. 8 саровчан госпитализированы в Понц. 2 в тяжелом состоянии, 6 в состоянии средней тяжести. За время эпидемии от COVID-19 2 человека скончались. На карантине находится 230 контактировавших с больными. За сутки проведено 408 исследований. В Сарове прошло очередное заседание Городской думы. Прессу и горожан на него не пустили из-за неблагополучной эпидемической обстановки. Хотя на сессии прозвучали отчеты глав. Алексей Головев представил доклад о работе администрации в 2019 году. И рассказал о реализации национальных проектов в Сарове. Александр Тихонов отчитался о работе главы города и Городской думы. В тот же день Александр Михайлович собрал пресс-конференцию, где выставил перед журналистами и изложил основные тезисы своего доклада. Хочу сказать по капитальному ремонту. Нас порадовало событие, которое нам обещал губернатор. И он обещание свое сдержал. Фонд капитального ремонта буквально недолгое время назад ввел должность ведущего инженера, который будет работать непосредственно по Сарову. Это согласование документации, это согласование условий конкурсов, это подписание актов приемки и так далее. Это нас порадовало, потому что мы считаем, что это намного быстрит работу. Подробный сюжет о пресс-конференции Александра Тихонова смотрите в ближайших выпусках новостей. В Сарове продолжается строительство мемориала, посвященного испытателям и создателям ядерного оружия. Его планируют открыть уже в этом году между Музеем ядерного оружия и Второй поликлиникой. Общая площадь мемориала составит более 3,5 тысяч квадратных метров. Комплекс будет включать в себя благоустроенные территории с памятником, мощенными дорожками, озеленением, искусственным освещением и малыми архитектурными формами. Напомним, увековечить память специалистов ядерно-оружейного комплекса, работающих на грани смертельного риска, было решено после трагической гибели пяти сотрудников ядерного центра в августе прошлого года. Военно-исторический фестиваль «Весна-45», который должен был пройти в Сарове 26 июля, решили перенести. Об этом сообщается в официальной группе общества 1945 ВКонтакте. По словам организаторов, мероприятие пришлось отложить из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Ориентировочно фестиваль перенесли на 26-27 сентября. Напомним, на днях также стало известно о переносе шествия бессмертного полка. В оргкомитете решили, что эпидемиологическая ситуация пока не позволяет провести акцию. Депутат Государственной Думы Василий Власов предложил доплачивать гражданам за обнаруженную просроченную продукцию в магазинах. Соответствующее письмо он направил руководителю Роспотребнадзора Ани Поповой. В группах канала «16» в социальных сетях мы спросили, поддерживают ли саровчане эту инициативу. Вариант «да, просрочки станет меньше» выбрали большинство опрошенных. Нет, с просрочкой нужно бороться другими способами, считает 26% респондентов. Безразлично к этому вопросу 2%. Мусорная реформа в России идет со скрипом. И наглядный пример тому наш город. Например, садоводческое товарищество «Красная звезда», с территории которого более полугода региональный оператор по обращению с ТКО не вывозит мусор. Все потому, что контракт на вывоз твердых коммунальных отходов между регоператором и садоводческим товариществом не заключен. Но владельцы дачных участков этот самый мусор производят и устраивают несанкционированные свалки. Ситуацией продолжает разбираться журналисты канала «16». Первый репортаж о мусорном коллапсе в садоводческом товариществе «Красная звезда» вышел в эфир 18 июня. Изменения, которые произошли за месяц, видны невооруженным глазом. Свалка мусора возле магазина «Дачная» стала больше. За несколько недель никто ее пальцем не шевельнул, чтобы ее убрать. Корень этой проблемы кроется в том, что садоводческое товарищество в 2020 году не заключило контракт с региональным оператором на вывоз ТКО. Поэтому горы мусора только растут. Дачники жалуются на антисанитарию и боятся возможных пожаров. В бюджете города заложено на саночистку города определенная сумма средств на целый год. Вот считайте, за этот промежуток времени, сейчас вот до июля, вот август, у нас все средства ушли на свалки, по борьбе со свалками на территории «Красной звезды». На два вопроса, кто виноват и что делает в сложившейся ситуации, нет однозначного ответа. Председатель «Красной звезды» ссылается на то, что участки земли возле водонапорной башни на улице Балыковской и около магазина дачной – это территория города, и он не должен там убирать мусор. Но прокомментировать ситуацию на камеру отказался. В администрации пояснили, да, это территория города, но мусор складывают дачники. Садоводческое общество избрало себе председателя, который должен, соответственно, интересы этих садоводов представлять. Орган местного самоуправления, соответственно, он у нас нацелен на решение всех проблем, которые на территории города, да, в частности, обращение с ТКО. Мусорная реформа, которая стартовала в России в 2019 году, перевернула представление людей о том, кто и как должен убирать мусор. И спустя полтора года жители страны не до конца разобрались, кто должен вывозить, когда и почему складировать отходы нужно именно на контейнерных площадках, а не бросать на ближайшем перекрестке. Новая схема по обращению с ТКО выглядит так. Муниципалитет обязан создать и включить в реестр места накопления ТКО. Потом юридические лица, а садоводческое товарищество «Красная звезда» – это юридическое лицо, должны заключить договор с региональным оператором на вывоз с мусором. Последний, в свою очередь, в соответствии с контрактом, вывозит и утилизирует ТКО. Как нам пояснили в администрации, контейнерные площадки созданы. Следующий шаг – председатель «Красной звезды» Валентин Шостаков должен заключить контракт с региональным оператором. Вроде Валентин Николаевич собирается заключить этот договор. Единственное условие – вот он говорит нам – обустраивайте, я заключаю договор с рекопером, буду по факту все делать. Но надеемся, что мы сейчас в течение недели-двух, мы уже обустроим, мы уже точно будем знать, будет он заключать договор или не будет заключать договор. Если стороны не подпишут договор на вывоз мусора, то региональный оператор подаст на садоводческое товарищество в суд. И дальше ситуация будет только усугубляться. Страдают от этой неразберихи люди. На данный момент ситуация выглядит так. Договора с региональным оператором на вывоз мусора с территории «Красной звезды» нет. Значит, складировать мусор там нельзя. Нигде. В том числе и возле водонапорной башни на улице Балыковской. Там, кстати, установлен информационный щит. Но ни размеры штрафа, ни то, что ведется видеозапись нарушений, людей не пугает. Они по-прежнему выкидывают мусор на то место, где полгода назад стояли контейнеры. Но на вывоз крупногабаритных отходов, например, стройматериалов, старой мебели, можно оформить заявку, оплатить услугу, и мусор заберут в назначенное время с дачного участка. Что-то можно использовать в компостах. Все остальное следует выбрасывать только в мусорные контейнеры. И как в этом случае не вспомнить народную мудрость? Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Канал 16 будет следить за тем, как идет мусорная реформа в нашем городе. 17 июля отмечается необычный праздник – Всемирный день Эмодзи. Он посвящен популярным в современном обществе пиктограммам и диаграммам и смайликам, которые используют в переписках на форумах и в соцсетях. О феномене Эмодзи расскажем далее. Слово в картинке. Именно так переводится японское выражение Эмодзи. Смайлы давно стали привычным элементом общения в мессенджерах и социальных сетях. Маленькие изображения используют взамен жестикуляции, мимики или чтобы показать интонацию собеседнику при виртуальном общении. В общем, кто из нас во время реального общения намного чаще обращает внимание на лицо собеседника, нежели на что-либо другое. Нам очень важен мимико, взгляд собеседника в процессе разговора. Вот как раз вот этой составляющей невербальной коммуникации очень хватает в процессе виртуального общения. Так вот, смайлики являются помощниками в этом вопросе. Мы исследования, проведенные в данном сфере, привели к выводу, что мы реагируем на смайлики точно так же, как на настоящей человеческой мессенджерах. Чаще всего Эмодзи применяются в неформальном общении. В деловом они считаются неуместными. Однако электронное письмо от начальника с критикой или недовольством легче и позитивнее воспринимается сотрудниками в том случае, если босс разбавил сообщения смайлами. С их помощью многие компании проводят рекламные акции, формируют облик и отличительные черты бренда. Китологи даже советуют использовать смайлики. Кто-то советует выбрать себе определенный ряд смайликов, которые будут говорить именно о качестве, о специфике предлагаемых услуг, товаров. Смайлики очень привлекают внимание, когда в новостной ленте, в чатах, среди текстовых сообщений мы видим очень красочное такое сообщение. Мы в первую очередь именно его прочитаем. Ученые доказали, что при использовании эмоций в интернете и жестов в реальном мире человек задействует одну и ту же область головного мозга. Желтые кружочки в переписке не только отображают эмоции человека, но и многое могут сказать о его характере. Люди, которые используют смайлики положительные, чаще всего они в реальной жизни проживательные, открытые, часто улыбаются. И пользуя смайлики в своих сообщениях, они тем самым показывают, что это для них эффективно. Люди, которые меньше обращают внимание на тяжелое мнение, они склонны демонстрировать такую есть эмоции, в том числе и негативных. И они используют разные абсолютно смайлики, в том числе и негативного, можно даже адресированного какого-то подтекста. С помощью смайлов можно виртуально рассмеяться, заплакать, показать язык, задуматься, уснуть, расстроиться и удивиться. По данным Google, во время пандемии люди стали пользоваться эмодзи гораздо чаще, особенно изображением сложенных вместе ладоней, в знак сочувствия пользователей друг к другу. Пейнтбол – одна из самых популярных игр на открытом воздухе. В ней могут играть люди всех возрастов. В нашем городе есть и чемпионы по этому виду спорта. Саровская команда «Реактор» неоднократно становилась победителем различных соревнований. Ее и игроки решили передавать свой опыт подрастающему поколению и создали детскую команду «Реактор Лайт». Год назад мама привела Сашу Брехунова на пейнтбол. Мальчик рассказывает, что этот вид спорта для него стал особенным. Здесь он не только бегает по полю с маркером, но и учится логически мыслить. Говорят, только первую фигуру, куда мы идем, а дальше надо самим думать, куда идти, чтобы было правильней. Ну, и так вот, надо бегать, перебегать все время, нельзя стоять на одном месте. И прикрывать свою команду. Посмотрев на старшего брата, Рома Брехунов тоже решил попробовать свои силы в пейнтболе. Свои 10 лет он уже точно знает, что хочет стать профессиональным пейнтболистом и принимать участие в чемпионатах России. Мне очень нравится пейнтбол, и я хочу поехать в Москву на соревнования. Потому что это очень весело, и когда в тебя попадает, не больно. В секции детского пейнтбола в Сарове существует два года. В ней занимаются ребята от 9 до 15 лет. Тренер пейнтбольного клуба Олег Готовский планирует из воспитанников вырастить настоящих профессионалов. Он уже создал детскую команду «Реактор Лайт», которую в августе отправят на соревнования в Нижний Новгород. Я считаю, как тренер и руководитель клуба, команда готова по своим техническим характеристикам. Ну, как бы, они готовы. И самое важное у детей, то есть как раз у ребят, у них нужно создать командный дух, чтобы у них был. И турнирный опыт. Это очень важно. Тренировки в пейнтбольном клубе «Реактор» проходят бесплатно. Каждому спортсмену здесь выдают экипировку и оборудование. Более подробную информацию о занятиях можно посмотреть на сайте пейнтбольного клуба или в группе ВКонтакте. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин